Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я представлюсь, не прислала на слайде. Меня зовут Юлия Журавлёва, я научный сотрудник сектора психолингвистики Института языка знания РАН. А по своей основной специальности я клинический психолог и психотерапевт когнитивно-поведенческого и экзистенциального направления. Соответственно, мой доклад будет касаться психотерапии, это сократовский диалог, как метод речевого воздействия и основы для интеграции методологически различных направлений психотерапии. Ну, будем говорить о речевом взаимодействии, и психотерапия, в принципе, представляет из себя ситуацию взаимодействия двух людей, терапевта и клиента. И поэтому для психолингвистики, в первую очередь, вот такая ситуация интересна именно с точки зрения организации речевого взаимодействия между людьми. Существенное положение современной психотерапии заключается в том, что во взаимодействии между клиентом и терапевтом в первую очередь важно не столько содержание того, о чем они говорят во время своего взаимодействия. То есть важно не столько обсуждение каких-то определенных проблем, каких-то фактов в жизни человека, применение каких-то конкретных терапевтических техник, введение протоколов терапевтом, выполнение домашних заданий клиентам. Это, конечно, тоже важная вот такая содержательная часть, но вот большее все-таки значение имеет сам процесс, который происходит между двумя людьми в психотерапии. То есть то, что происходит здесь и сейчас в актуальной коммуникативной ситуации. Поэтому мы разграничиваем содержание и процесс, и это очень важно, потому что часто сам процесс имеет гораздо большее значение, чем содержание. Ну, я тут привожу на слайде такую забавную цитату Милтона Эриксона, известного психотерапевта, который занимался гипнозом в частности. Психотерапия – это такой процесс, когда два человека садятся вместе и пытаются выяснить, какого дьявола нужно одному из них. Вот, это очень, очень показательно. Психотерапия – это совместная деятельность, и поэтому те установки, смыслы, какие-то знания, которые сформировались у клиента в ходе его жизни, в ситуациях его общения и взаимодействия с другими людьми, так или иначе, в каком-то трансформированном виде будут проявляться во взаимодействии с психотерапевтом, в коммуникации с ним. Именно поэтому обсуждение одной и той же проблемы с разными психотерапевтами может давать совершенно разный эффект, приводить к разным эффектам. Методом речевого воздействия, используемым в различных направлениях психотерапии, в частности, является сократовский диалог. Вот, как оказалось, действительно, этот метод характерен для совершенно разных направлений психотерапии, методологически разных. Где-то он, скажем так, не выходит на первый план, в каких-то направлениях это, наоборот, прям такой самый основной метод, которым работают люди. Но я скажу как бы два слова об этом, тоже можете посмотреть на слайде. Сократовский диалог изначально называли маевтикой, сам Сократ называл его так, потому что сравнивал с искусством родовспоможения. И мать Сократа была побитухой, вот, собственно, он такую аналогию и принял. И, подобно тому, как его мать помогала рождаться человеку, также Сократ помогал другим людям, чтобы те, как бы, родили истину для себя в ходе своих бесед. То есть беседы помогали рождаться новому знанию, знанию истины. Вот, этот метод, кстати говоря, отражает гносологические позиции Сократа и его ученика Платона, благодаря которому все сократовские диалоги дошли до нас в записанном виде. То есть теория анамнезиса, что познание это припоминание, то есть все какое-то знание, вся истина, она на самом деле содержится где-то внутри человека, а не вне его. И к ней нужно каким-то образом прийти, эту истину можно узнать внутри самого себя. Вот, и здесь мы как раз уже можем видеть намек, отголосок того, что происходит сейчас в современной психотерапии. Когда ни клиент, ни терапевт заранее, изначально, только там встретившись и начав обсуждать какую-то проблему, они еще не знают, к чему они придут. То есть нету какой-то заранее готовой истины, и, что очень важно, сам психотерапевт тоже не является носителем этой готовой истины. Вот это важно для развенчания такого мифа, который бывает в умах некоторых людей, думающих о психотерапии, что вот психологи, психотерапевты, это какие-то вот гуру или советчики, к которым можно прийти и узнать, как правильно, да, вот вы мне скажите, расскажите, что мне делать. То есть к настоящему, правильному процессу психотерапии это не имеет никакого отношения. А терапевт тоже, как и клиент, не знает, к чему приведет их взаимодействие. Вот. Вот так. Поэтому Милтон Эриксон сказал, что психотерапия это процесс, когда клиенты-терапевты пытаются вместе в чем-то разобраться. В психотерапию этот метод сократовского диалога привнес Коль Дюгуан, швейцарский невропатолог, психолог и психотерапевт, основатель рациональной психотерапии. Помимо рациональной психотерапии сократовский диалог используется, вот как я уже говорила, во многих самых таких вот основных передовых направлениях психотерапии, несмотря на то, что все они отстаивают свое, как бы такое принципиальное методологическое различие друг от друга. Вот. Действительно, методологические предпосылки у них у всех могут быть разными, но тем не менее, вот процессуально все они сходятся именно в использовании этого метода. Ну, основные направления, я имею в виду, это, конечно, когнитивно-поведенческая терапия, экзистенциально-гуманистическая терапия, психоанализ, это вот такие три столпа, которые известны больше всего, и вроде бы работают они, казалось бы, с разными какими-то вещами, как, например, когнитивная работает с какими-то неправильными или, что называется, дисфункциональными убеждениями и установками человека, с его когнитивными ошибками. Экзистенциальная терапия больше ориентирована на работу с переживаниями, там, ценностей, смысла жизни, одиночества, там, страха смерти, вот, проблемы выбора, жизненного выбора, то есть вот на такие вещи направлены. Психодинамическое и психоаналитическое направления работают с внутренними бессознательными конфликтами, причину которых усматривают в глубоком детстве, и плюс эти проблемы еще в основном имеют какую-то сексуальную подоплеку, вот, то есть видите, очень разные, разные методологические предпосылки, но тем не менее в каждом из этих направлений, действительно, именно метод сократовского диалога, как вот организация речевого взаимодействия между терапевтом и клиентом используется. В психолингвистику тоже, кстати, многое пришло из... В психолингвистику тоже многое пришло из психотерапии, так вот, например, ассоциативный эксперимент, который очень широко используется в психолингвистике, он прежде всего был разработан Юнгом, Карлом Густовым, Юнгом психоаналитиком. Метод свободных ассоциаций, который лежит в основе того же ассоциативного эксперимента, был разработан всем известным Зигмундом Фрейдом. Вот, поэтому в психолингвистику из психотерапии приходят именно методы, направленные на раскрытие внутренних содержаний, которые изначально самому человеку могут быть недоступны. И вот сократовский диалог тоже является одним из таких методов раскрытия внутренних переживаний, которые недоступны сначала человеку. Несмотря на направленность на результат, вот наибольшую ценность, как я уже сказала, имеет сам процесс применения. Сократ как бы постулировал, что мы не снабжаем человека готовой истиной, он лишь помогал в процессе диалогов этой истине родиться. То есть задавая какие-то вопросы, которые ставили бы человека, ну не то что в тупик, а приводили бы его к пониманию некой неоднозначности его изначального убеждения. Он добивался того, что у человека начинала работать мысль, он начинал как-то более широко смотреть на свою проблему, на свои какие-то убеждения. Ну собственно в диалогах Сократа это очень хорошо, можно все увидеть, прочитать. И вот три базовых шага сократовского диалога, которые в психотерапии как раз используются, это согласие, сомнение и аргументация. Согласие это присоединение к позиции клиента. То есть суть в том, что когда клиент озвучивает какую-то свою проблему и какое-то свое убеждение, когда он как-то говорит о какой-то своей боли и пытается показать, что я думаю вот так, вот почему, например, исходя из моих убеждений, я все время сталкиваюсь с какими-то проблемами, не совсем правильно сразу же начать с ним вступать в какую-то речевую конфронтацию. Потому что, естественно, это может только как-то обострить, а не улучшить отношения. И человек сразу может занять оборонительную позицию, зная, что с ним сейчас будут пытаться спорить и опровергать его. Поэтому согласие это вот один из таких первых моментов, когда мы принимаем позицию человека, соглашаемся с ней, и это позволяет создать такой более благоприятный терапевтический микроклимат для того, чтобы человеку было легче уже потом дальше более рефлексивно посмотреть на свою же собственную точку зрения. Поэтому затем мы переходим к сомнению. Да, мы соглашаемся, хорошо, замечательно, в принципе, действительно вы правы, но... а дальше задаем какие-то вопросы открытые, которые бы, вот размышления над которыми позволяло бы пошатнуть уверенность клиента в его предыдущем убеждении. То есть мы должны фактически подтолкнуть его к рефлексии. И тогда в нем зарождается сомнение, а действительно ли я настолько прав, вот если я убежден, что все должно быть именно так и не иначе. Может быть, может быть как-то по-другому, да? И аргументация. Аргументация – это уже дальнейший процесс развития новых линий мышления, которые способствуют избавлению клиента от его шаблонных представлений, неустоявшихся, слабо рефлексируемых представлений. И главное, что все эти аргументации стимулируют поиск новых ответов у себя самого. Терапевт не предлагает человеку каких-то готовых вариантов. А вот не кажется ли вам, что может быть еще вот так? Нет, нужно так уметь задавать вопросы, чтобы человек фактически сам задумался о каких-то новых, возможных взглядах, позициях, концепциях и пересмотра своей точки зрения. Метод сократовского диалога очень органично встраивается в разные направления психотерапии, несмотря на их различия методологические. И вот нам кажется, что это в первую очередь связано с его процессуальной направленностью. Далее. Вот какая еще очень интересная мысль, которую бы хотелось нам донести. Дело в том, что если мы посмотрим на теоретическую модель организации речевого общения, которая предложена Евгением Федоровичем Тарасовым, то мы можем увидеть, что, вот это представлено на слайде, что такой вариант организации общения, который заложен в этой теоретической модели, он на самом деле охватывает далеко не весь круг возможных ситуаций речевого общения, которые вообще существуют в жизни. Да, то есть, вот, какие задачи решает субъект в ходе организации общения. Это привлечение внимания, удержание внимания и ориентировка в собеседники и собеседника в себе для того, чтобы организовать совместную деятельность. Вот. И такое речевое общение организуется не всегда. Вот. И психотерапия нам как раз показывает тот самый вариант, который выбивается вот из этой теоретической модели. И психотерапия, на наш взгляд, даже демонстрирует более такую естественную форму коммуникации. Почему? Потому что в психолингвистической модели, которая на слайде сейчас у нас находится, подразумевается изначальная известность коммуниканту его собственных намерений. То есть, вот я ориентирую собеседника в себе и ориентируюсь в собеседники, и дальше могу начать организовать совместную деятельность. Как бы априори я знаю, чего я хочу, я знаю, что я хочу донести своему собеседнику. А вот в реальной жизни как раз таки получается, что мы наталкиваемся на ограничения в этой теоретической модели, потому что далеко не всегда, когда человек вступает в речевое общение, в коммуникацию, он точно знает, грубо говоря, что в нем самом, и что он хочет другому сказать и донести, как не парадоксально. И примеров этому очень много. И вот особенно в психотерапии мы часто сталкиваемся именно с такими вещами. Когда даже у людей, допустим, в жизни случаются какие-то ссоры, проблемы, скандалы, и человек говорит своему партнеру одно, даже не осознавая, что на самом деле он хочет докричаться совсем о другом. И когда вот этот комплекс недопониманий уже достигает своего пика, и в лучшем случае люди идут к психотерапевту, и тут, наконец, начинается вскрытие вот этого всего, что оказывается, из-за чего я на самом деле переживаю, и что я на самом деле хочу докричать своему партнеру, когда я демонстрирую поведение обиды, к примеру, или оскорбление, или недовольство какой-то мелочью, а оказывается, что дело как раз не в этой мелочи, а в том, что у меня там накопилось много всего, хотя я сам этого до конца как бы не осознаю. Но для того, чтобы это осознать, нужно это проговорить и разделить с другим человеком. Вот иногда этим человеком оказывается психотерапевт. Вот пользуясь примером, вот таким примером психотерапевтического общения, мы можем расширять существующие сейчас научные теоретические модели общения. В частности, вот в эту модель, которая разработана Тарасовым, можно, на наш взгляд, добавить еще одну задачу. Это не только вот эти три привлечения, удержания, ориентировка в собеседнике, но еще и четвертая задача – это ориентировка коммуниканта в самом себе. То есть благодаря общению человек не только понимает другого, но он понимает самого себя, что, оказывается, он сам-то вообще хотел, думал, говорит и прочее. И вот это подтверждает общую такую идею, которая идет еще от Гумбльт и от Потыбни, которая поддерживается, развивается российскими советскими психологами, идею о том, что без обращения к другому человек сам себя не понимает и не поймет, что там у него внутри, и от чего он хочет, и от чего он думает до тех пор, пока он не разделит это с другим. И вот психотерапия является, на наш взгляд, одним из таких ярчайших примеров этому и подтверждений этому. Вот так. Спасибо большое за внимание. Очень интересно. Очень интересно. Скажите, вот ситуация такая, клиент приходит, у него сайт есть? Да. Ведь он не просто так приходит. Конечно. Хотя, вот знаете, на самом деле бывают совершенно разные ситуации. Иногда клиент действительно приходит, и он не может сформулировать, чего он хочет. Поэтому одним из вот таких самых первых шагов, которые всегда происходят в ситуации первичного приема, это формулировка запроса к терапии. И вообще, то есть, когда будем говорить не о цели, а о мотиве. Мотив есть, да? Ну да, раз уж он дошел, видимо, что что-то у него там есть. И некая цель все-таки есть. Да, некая цель все-таки присутствует. То есть, у вас получается, по вашей схеме, вы работаете над целью его прихода, чтобы он сориентировался к самому цели. Ну, в целом, да. Да. Ну, это, я думаю, один из моментов, над которым мы работаем. То есть, это однозначно практически всегда. Первый, первоначальный этап нужно, чтобы человек вообще понял, чего он хочет. Потому что он может прийти, и у него, действительно, там много душевной боли. Он может начать сумбурно что-то говорить, хаос слов, он перепрыгивает с темы на тему. А потом звучит сакраментальный вопрос. Хорошо, а вот вы сюда пришли, к примеру, от меня вы чего хотите, да? И я говорю, у человека ступор. Ой, а чего я хочу? А я сам не знаю, чего. И вот здесь мы начинаем формулировать, чтобы он сам понял, каков его запрос, в чем он видит проблему. Потому что вот на этом этапе бывает как раз много сложностей. У человека вроде бы проблема есть, но сформулировать и сказать о ней он не может. То есть, он ее сам понять даже до конца не может. Да, наверное, бывает. Он ее видит совсем в другом, чем в результате собеседования. Оказывается, проблема заключается. Наверное, такое бывает. Да, и такое тоже бывает очень часто, безусловно. То есть, ему кажется, что проблема в чем-то одном. И потом мы в ходе, вот опять же, вот такой беседы, мы расширяем взгляд. Он совершенно по-другому начинает на что-то смотреть и что-то в нем начинает двигаться. Вот поэтому это и суть процессуальности. То есть, дело даже не в каких-то формальных показателях. Дело не в техниках, да? Как вот многие психотерапевты, они одержимы какими-то техниками, что я должен там выучить одно, третье, пятое, десятое упражнение, что-то давать. Нет. Психотерапия – это процесс. Это то, что происходит между двумя людьми. И в связи с этим у меня два вопроса. Мне кажется, вот сам доклад у меня очень близок, очень понятен и я разделяю то, что вы говорите. Вот почему он называется как мир речевого воздействия, взаимодействия? Да, кстати, я вот когда писала, у меня даже прям первая строчка, что у меня речевого воздействия, а лучше речевого взаимодействия. Однозначно, потому что вы об этом говорите и в этом у меня есть суть как раз. Да, просто иногда мы как бы практику психотерапии рассматриваем именно как практику речевого, ну так или иначе, воздействия на человека. То есть, ну, в ходе психотерапии мы же воздействуем. Я очень рада, что вы привлекаете вот такую древность, которую уже многие отрицают, говорят, да какой там Аристосий, какой там Платон, да еще Сокрам, который в Сангарске писать не умел. Вот я и такое слышала. И вы так грамотно это все подали, я думаю, очень правильно. И вот я бы еще больше сакцентировала внимание на первом шаге на согласии, потому что одна из задач у Сократа была добиться, чтобы человек сказал «да». Да, вот это самое главное. Все остальное это уже как бы следствие. Второй и третий шаги, они уже связаны с этим первым. Если человек раз сказал «да», второй раз согласился, третий, уже тогда само по себе возникает само новое. Потому что вопросы вот грамотно заданные, и на которые услышан такой ответ, они уже подготовили все остальное. Вот еще больше сакцентировать внимание на первое. Да, спасибо. И, кстати, по поводу вот этого преемственность древности, условно, да, скажем так, это вообще отдельная боль, потому что даже изучая вот методологию различных психотерапевтических направлений, часто натыкаешься на такие действительно заявления, что эту терапию основал такой-то человек совсем недавно, или вот этот какой-то чуть ли не наш современник. А на самом деле, когда разбираешься, то все эти методы существовали еще, извините, в Древней Греции. Большинство из этих методов. Вот, ну, чуть ли, чуть ли не туда. Спасибо. Спасибо. Еще, еще? Да. Еще, пожалуйста. Я не права, у меня возникает вот такое продвижение данной темы, у некоторых людей. Возможно, здесь же идет взаимодействие, воздействие, неважно, с точки зрения терапии, да, конечно, должно быть воздействием, да, если по-человечески к этому относиться, то взаимодействие, в любом случае, здесь возникает единственная проблема в недоверии. То есть, насколько клиент доверяет терапевту, насколько он, как бы, открывается. И, возможно, может быть, эти вот этапы, если их рассмотреть широко, получается, нужно прокрутить по спирали. Он нарастающий, да, чем больше мы себе располагаем клиента в рамках одного общения, да, одного контакта, а более длительного, тем больше. Получается, нужно это несколько раз повторить, возможно, если вот этапы смотреть, может быть. Вы имеете в виду, какие этапы повторить? Вот, которые вы рассматриваете, да, и расположите. Раз, может быть, это три. Просто если их посмотреть, как вот циркуляцию с больше нарастающей силой. Нет, конечно, я с вами согласна, такая проблема существует, это так называемая проблема комплайенсов терапии, то есть, чтобы у клиента-терапевта сформировался хороший рабочий альянс, который, естественно, базируется на доверии клиента-терапевту. Вот, и, разумеется, то, о чем я говорю сейчас, это далеко не дело одной консультации. Естественно, это, в принципе, процесс, который сквозной, он длится на протяжении всей терапии, сколько бы она ни шла, хоть месяц, хоть год, хоть два, хоть сколько получится. Вот, поэтому, разумеется, это все не за один раз делается, это не то, чтобы вот такая, опять же, формальная инструкция, что так, сейчас на первых десяти минутах у меня этап номер один, потом этап два. Нет, разумеется, это все должно разворачиваться, например, о которых вы говорили, что один раскрывается, другой не раскрывается. Если это прописать именно эту цикличность, то тогда все эти проблемы убираются. Спасибо. Еще вопрос. Спасибо. Вот есть такое утверждение, мы слушаем своего партнера, да, по общению, да, слушаем его для того, чтобы понять, для того, чтобы ответить. Как вот с точки зрения психотерапии вот этот пустолат можно развенчать, действительно это правда или нет. Что очень многие партнеры, да, там, живем вместе, там, допустим, по работе, что человек сам по себе, по сущности, он слушает другого партнера для того, чтобы понять. Вот это то и проблема, да. Недосказанность появляется, недовольство и прочее, прочее. Для того, чтобы понять, а для того, чтобы просто ответить человеку что-то. Не важно, не вкладывая свой ответ в какую-то вот истину, да, какую-то, чтобы эта истина появилась, да. Ну, конечно, если человек руководствуется такой установкой, то, я думаю, вряд ли он добьется хороших успехов в организации своей коммуникации. Вот, естественно, могут начаться какие-то проблемы, если вы слушаете партнера не для того, в первую очередь, да, не для того, чтобы его понять, а только просто, чтобы ответить. Вот. Ну, в психотерапии, естественно, это, конечно, неприемлемый момент. Там, вот, та же семейная психотерапия, она напрямую работает именно с этой, как бы, историей, когда у людей возникают конфликты и сложности в жизни, во многом, наверное, именно из-за того, что они вот подобные логики придерживаются, да, и уже теряют желание понимать друг друга, а в первую очередь, может быть, хотят ответить или отвязаться ответом, да, от другого. Вот, поэтому, конечно, и психотерапия здесь приходит на помощь для того, чтобы люди словно заново научились друг друга понимать, в первую очередь. Сначала понимать, а потом уже там что-то отвечать. Ну, а клиенты – это один человек или два? Если это индивидуальная терапия, то это один человек, если это семейная терапия, то, может быть, два человека, если это семейно-системная терапия, то, может быть, два психотерапевта, два партнера, вот. Ну, редко ситуация, когда на приеме там сразу прям целая семья, несколько поколений, хотя такое тоже бывает, это тоже возможно, вот, поэтому по-разному. Спасибо. Спасибо. Спасибо.